Каждый день мы рассчитываемся в магазинах и получаем белые бумажки с циферками и буквами. Обычно чеки смотрят лишь для того, чтобы свериться, не обманули ли на кассе, однако иногда на них оставляют довольно забавное послание. Итак, всем привет, с вами Взрыв Мозга, и это 15 неожиданных посланий на чеках, на которые обычно никто не обращает внимания. Поехали! Просто отличное напоминание в предпраздничные дни. Шампанское взял, икру взял, сладкий подарок взял, горошек не взял, как всегда забыл. Раньше выбрасывал чеки, а теперь читаю, там иногда бывает смешно. Кто домой бежит в припрыжку, у кого пакет под мышкой, самый лучший на земле покупатель из КБ. Еще никогда чек мне не угрожал. Откроешь, рога сломаю. Называется, подготовили ребенка к школе. Длина чека поражает. Продавец мальчиков Дмитрий. А можно понять и по-другому. Продавец мальчиков Дмитрий. Курица по-сенчуански, острое писец. Интересно, какое в этом ресторане меню. Леша, напиши здесь про наши аккаунты в ВК, Инстаграм, мол, там шутки, полезности, тролли-вали и все такое. Походу, Леша не так понял. Леша, ну ё-моё. Запомните, когда вы отрываете пистолет, в мире умирает один зайчик. Психоделические надписи какие-то. Сразу и не поймешь. Пельмени горя. Просто пельмени радости не завезли. Никто не может грустить, когда человек из магазина признается ему в любви. И я тебя люблю. Хотя бы кто-то меня любит. Шик Елена и большая тарелка горя. Официант с собой. Сам себе официант. А может это заказал еду с собой и официанта в придачу? Упакуйте, пожалуйста, вот этого официанта с собой. Фамилии официантов это отдельная тема. Официант бабуля. Представьте себе, как это звучит. Александр бабуля или Лена бабуля. Когда покупаешь в киоске. Я правда так и не понял, что здесь написано, кроме первых четырех букв. Готовить немедленно. Вип. Суп-крем сырный с лососем. Без сыра и лосося. И так сразу приятно стало, что ты вип-персона, что даже сырный суп с лососем тебе делают без сыра и лосося. А на этом все. Подписывайтесь на канал Интересное Рядом. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok